В Политехническом колледже состоялась торжественная церемония награждения победителей призёров всероссийского этапа конкурса «Икорёнок» и национального чемпионата «Профессионалы будущего». За высокие достижения и стремления к профессиональному мастерству ребята и их педагоги получили грамоты и ценные подарки от руководства Магнитогорского металлургического комбината. В этом году на церемонии награждения встретились студенты 2-го и 3-го курса Политехнического колледжа и воспитанники детского сада номер 25. Для ребят, их наставников и родителей был организован тёплый приём с чаепитием. Гостей попросили рассказать о проектах, представленных на конкурсах. Колледж в кейсовом чемпионате по технологической стратегии «Профессионалы будущего» принимает участие уже не первый год. То есть мы с 2021 года участвуем в данном чемпионате достаточно успешно. В этом году команда, так скажем, самовыдвиженцев, они должны были предложить технологию производства именно биометаллических покрытий для условий «Северстали». Мы предложили асимметричную прокатку как способ производства биометаллических покрытий. Эта разработка позволяет сократить ряд технологических операций, также повысить производительность и снизить дезонос оборудования. Технология была презентована впервые и вызвала большой интерес у экспертов. По итогам соревнований команда Политехнического колледжа стала серебряным призером конкурса. Отличные результаты показали и дошколята Вика Нечиталюк и Горде Петров, которые завоевали Кубок победителей Всероссийского этапа конкурса «Инженерные кадры России» в категории «Коренок». В этом году в конкурсе приняли участие 65 дошкольных учреждений из 50 регионов России. Тема состязаний «Профессия рождается в семье» позволила магнитогорским детсадовцам познакомить членов жюри и участников конкурса с профессиями своих пап, которые работают на магнитогорском металлургическом комбинате. Мы объединили две профессии – это машинист электровоза и инженер-строитель. Это был роторный опрокидыватель, вагоны заезжали в вагон-опрокидыватель, он переворачивался на погрузчик и отвозил руду в доменный цех. Дети непосредственно сами собирали всю модель. И жюри, конечно, впечатлило то, что дети очень хорошо разбираются в проекте. То есть они полностью знали, что куда у них движется, что происходит, как это работает. И плюс еще они программировали модели, то есть у них на планшетах были программы, они управляли своим проектом. Главными экспертами и помощниками в реализации этого проекта стали папы-ребят, которые, по их признанию, проснулись знаменитыми после победы Дашкалят. Да, у меня даже в локомотивном цеху благодарственное письмо и с ознакомлением всех четырех бригад. То есть на планерном совещании должны были машинисты и инструктора ознакомить с победой именно во всероссийском конкурсе. И до сих пор поздравляют, так сказать, прям кто узнает, молодцы, молодцы, поздравляем. После того, как ребята победили на конкурсе, говорили, поздравляем с лялькой. Я сначала не понимал, какая лялька. Для меня Гордея уже взрослый пацан, а люди все равно воспринимают их как детей маленьких еще. Поздравляем, что вы выиграли в этом конкурсе и желали дальнейших успехов. Начальник управления кадров ММК Евгений Любасюк и исполняющий обязанности директора по персоналу ММК Олег Парфилов также высоко оценили успехи участников конкурса, подчеркивая их важность для будущего предприятия города и отрасли. На самом деле гордость берет за самых маленьких инженеров, а это самые маленькие инженеры, которые мне попадались на моем жизненном пути. Также можно гордиться и ребятами постарше, нашими будущими технологами, потому что они многое сделали для того, чтобы стать призерами, финалистами этого конкурса. Можно гордиться смело их наставниками, воспитателями, преподавателями, потому что это очень большой на самом деле труд сподвигнуть их, замотивировать. Это работает, поэтому профориентацию надо начинать с садиков, именно оттуда вырастают наши специалисты. Поэтому хочется сказать всем спасибо за огромный труд, который вложили. Огромное внимание уделяется как со стороны руководства нашего государства, так и со стороны руководства ММК профориентационной работе. Потому что мы сейчас понимаем в условиях, когда мы должны развивать свое производство. Наше предприятие нуждается в квалифицированных инженерных кадрах. Поэтому, конечно же, ПАО ММК отмечает достижения наших детей, которые на самом деле, помимо того, что они собирали оборудование, представляли Монгитогорский металлургический комбинат, на самом деле они защищали и наш город Монгитогорск, и наш регион Челябинский область. Поэтому испытываем огромное чувство благодарности и хотели бы выразить свои слова признания нашим деткам, им, папам, которые участие принимали в этом соревновании, и, конечно же, тем преподавателям и учителям, которые помогали им в этом деле. На церемонии награждения ребят еще раз поблагодарили за достигнутые результаты. Все призеры и победители конкурсов, а также их папы и наставники, получили почетные грамоты от генерального директора ММК Павла Шиляева и ценные подарки. Татьяна Артенко, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.